Привет, это канал ТОП ДОТА и это новый видос. В нём я расскажу вам как кликбейтить в названии ролика, вставить гейба на превьюшки и поднимать фпс в доте 2 в 2017 году. Поехали! Я думаю вы уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Аман Маркет и на моём канале в том числе. Там вы можете купить себе крутую кружку, чтобы пить чаёк, фигурки по доте около моника поставить и много других штук. Если хотите показать друзьям, кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки. Доставка бесплатная, ссылка в описании. А по промокоду ТОП ДОТА вам ещё и скидка 7%. Некоторые старые мои подписчики могут сказать «Ты чё, совсем больной? У тебя ж уже был такой ролик». Да, но это было давно и многое в доте изменилось, поэтому я подумал, что самое время выпустить обновлённую версию. И вот вам сразу наглядное сравнение, что было до моих выкрутасов и что стало после. Да-да-да, чуваки, именно так. Рекомендации в принципе будут довольно дефолтными и скучными, но если вы всё это дерьмо сделаете, то FPS апнется процентов на 20, а то и на 100. Это всё зависит от конфига. То есть на некоторых машинах можно реально получить двойной прирост производительности. И это вам не кликбайт и никакие не шуточки. И первым делом я советую вам обновить железо. Но это конечно делать никто не будет, так что хотя бы зайдите в долбанную автозагрузку и поотключайте всякое ненужное вам говно. Если компьютером вы пользуетесь не один, а с братом, мамой или батей, то в принципе похер. Всё равно всё отрубайте и не стесняйтесь, конечно, если вы знаете, что отключать. Программы автозагрузки неслабо нагружают систему. Далее заходим в настройки Nvidia и выкручиваем всё в режим максимальной производительности. Всё-таки если вам нужен FPS, то графикой придётся пожертвовать. Думаю, вы это понимаете. Затем можно скачать CCleaner и сделать небольшую чистку компа от различного мусора. Лишним точно не будет. Особенно если винду вам ставил ваш дед в 67 году и вы её с того момента ни разу не чистили. После этих минутных манипуляций советую сделать ребут, чтобы выгрузить все лишние процессы и задействовать все необходимые изменения. И уже можно приступать к настройке дотки. Заходим в Steam, в свойства доты и прописываем вот эти параметры запуска, в точности как у меня. А если вы живёте в солнечной Украине, то последняя строчка самая важная. Она очень сильно сократит пинг до киевских серверов. Но на каждой отдельной команде я останавливаться конечно не буду, всё равно вы в этом ничего не шарите и слушать это дерьмо вам будет очень скучно. Так что просто вписывайте всё подчистую и можно сказать, что вы нажали вот эту кнопку. Ну а теперь не спешите заходить в доту. Ещё нельзя. Я знаю, что уже хочется, но для начала нужно сделать ещё кое-что. Сверните видосик, зайдите в описание и скачайте конфиг. Он прям жёстко бустит фпс и лучше не ленитесь. А путь по которому нужно закинуть этот конфиг есть там же в описании. Как и в принципе те команды, которые вы вписывали чуть ранее. Ну и ещё там есть тупо лайфхак кнопки, которые добавляют вам ещё минимум 60, а то и 600 фпс. Это вот эти вот. Тоже не ленитесь, это тоже важно. Я проверял, 100% работает. Ну и вот теперь можно заходить в дотку. Тут у нас есть один очень простой обряд. Заходим в настройки и нахер сносим всё на минималке. Неожиданно, я знаю, но некоторые спрашивают как им поднять фпс хотя бы до 30 и скидывают скрин с максималками. Не надо так, настройки в доте роляют. Ну и теперь можете заходить в карточку и конечно же любоваться своим длинным фреймрейтом. И пишите в комменты какой прирост на каком конфиге вы получили после моих гурусоветов. Буду рад почитать и узнать, что кому-то этот видосик помог. Удачи! Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует...